Я не хочу, сказал Дмитрий Песков. Сжигать книги нельзя никакие. Майнкамп нельзя сжигать. Если мы говорим здесь конкретно, а в этом ветеране Хунько, который, в общем-то, нет никаких догадателей, что он военный преступник. Человек был не за Гитлера, человек был против Сталина. Может, то важно. Все прогнило в Датском королевстве. Вот любой россиянин сейчас может сказать, ха, и эти люди пытаются нас учить демократии. Израильские президенты и премьеры регулярно сидят в тюрьме. Уходят от власти и садятся в тюрьму. Да? Это нормально. Здравствуйте. В эфире программа «Охот мысли» с Виктором Шендеровичем. Меня зовут Игорь Винявский. Прежде чем мы начнем наш очередной выпуск, традиционно попрошу вас подписаться на наш YouTube-канал вот так, если вы до сих пор этого не сделали. Нажмите прямо сейчас на колокольчик, ставьте лайк. Ну, а мы начинаем. Виктор, приветствую вас. Добрый день. Я думаю, что вы, наверное, видели это видео или хотя бы слышали о нем видео, на котором 15-летний сын Рамзана Кадырова, его гордость, как некоторые даже говорят, возможно, его будущий преемник, избивает человека. Это задержанный по обвинению в поджигании Корана. Но тут, наверное, даже не суть важна, в общем-то, в каком статусе он находится. Суть в том, что мы все увидели. И как на это отреагировал спикер Кремля, когда его попросили прокомментировать. Я не хочу, сказал Дмитрий Песков. Хотя, мне кажется, Кремлю как раз-таки было что сказать, ну, по поводу, может быть, каких-то ценностей, каких-то скреп, или хотя бы уж о том, как это укладывается в рамке Уголовного кодекса. Вы хотите что-нибудь по этому поводу сказать? Да нет, ну, все, собственно говоря, давно сказано. Это, вот если кому-то не хватало предыдущей разы, предыдущих катастрофических вот таких случаев, если не хватало предыдущих катастроф, то вот очередная катастрофа. Наглядная. Это мелочь по сравнению с тем, что происходит в России, разумеется, по сравнению с пытками, убийствами, войнами. Это мелочь. Но это мелочь чрезвычайно выразится. Это вот, что у нас сейчас вместо государства. У нас сейчас вместо государства вот это, да, где публично, подчеркиваю, публично избивают, вот съемку избивают человека, обвиняемого, собственно говоря, даже не в преступлении. Это не преступление, это мелкое хулиганство. Это глупость. Сжигать книги не надо никаких. Те книги, которые тебе не нравятся, их можно не читать. Сжигать книги нельзя никакие. Майнкамп нельзя сжигать. Да, пускай лежит где-нибудь. Ведь гниет, если ты не хочешь его читать. Значит, ни одна священная книга, ни в одной священной книге, все религии, да, все религии, простите меня, друг друга стоят. В каждой религии есть слова любви, требования мира и разума. В каждой религии есть ксенофобия и требования уничтожения неверных. Это все можно разжечь в две секунды из любой священной книги, в две секунды из любого старого текста, написанного на рассвете человеческой мысли. Можно выудить все, что угодно, включая ксенофобию. Нельзя жечь книги и нельзя избивать людей. Это азбука. Это азбука. Но если сжигание Корана и любой другой книги – это на совести этого не слишком умного парня, то сегодня, то избиение человека, прилюдное, публичное избиение с прославлением того, кто избил, это просто констатация той точки, в которой находится эта территория, на которой нету государства. Потому что это не государство. Понимаете, есть государства демократические, есть государства авторитарные, есть государства тоталитарные, есть разные государства. Но это вообще не государство. Это просто гуляй-поле. Это малина, где можно вот так вот прилюдно, публично избить человека. И где представитель президента потом, он и не хочет это комментировать, он не может это комментировать, потому что присоединиться к радости по поводу того, что избивают человека, он не может по политическим соображениям, а ничего сказать против Кадырова не может, потому что, ну вы понимаете, для того, чтобы сказать что-то против Кадырова, нужно быть сегодня человеком чрезвычайно мужественным, а этого качества мы как бы ни в ком в Кремле вообще особенно и не ищем. Это показатель, это лакмусовая бумажка, очередная лакмусовая бумажка. Вот где мы находимся, вот в какой точке, вот что у нас вместо государства. Просто малина, мы об этом говорили применительно, к Пригожину, да, к публичной казни уже были, какое там избиение, да, была кувалда у нас уже полгода назад, как вы помните. И тоже ничего. Поэтому Чеш теперь говорит, снявши голову по волосам, не плачу. Малина, просто бандиты, которые контролируют эту территорию, вот и все. Если про кувалду вспоминать, все-таки с Пригожиным там было все как-то в рамках общества, понятно. Криминальный тип, даже не скажу, что авторитет, просто криминальный тип, война, сейчас вот такая ситуация. Но здесь все-таки глава федерального региона выкладывает это видео, говорит, а я горжусь сыном, он правильно сделал. И спикеру Кремля действительно, ну как вы говорите, нечего сказать, потому что, судя по всему, если что-то сказать против, то придется, наверное, в какой-то момент и приносить извинения, как это очень часто бывает. А извиняться Песков, наверное, не хочет. И к извинениям я подвел так не случайно, потому что извиняться пришлось на другом континенте, после, собственно, речь идет о канадском инциденте, после того, как, когда в парламенте Канады выступал Владимир Зеленский. И, значит, во время присутствия Зеленского в парламенте Канады спикер парламента сказал, что сейчас у нас здесь находится украинский ветеран, который еще очень давно, там, 70 лет назад боролся за свободу Украины против России. Его все приветствовали, стоя большими громкими аплодисментами и овациями, и Зеленский в том числе, и Трюдо в том числе. А потом оказалось, что это ветеран СС-дивизии Галичина. И, в общем-то, ситуация возникла такая неудобная. Спикеру пришлось извиниться и даже уйти, подать в отставку. Он сказал, что он не знал. И тут интересный момент, как мне кажется, возникает. С одной стороны, понятно, что, как мы всегда очень часто с вами говорим, есть общий план, на котором есть нацистские преступления. И, в общем-то, понятно, что эти две буквы даже, которые мы произносим, СС, это уже вызывает определенный ассоциативный ряд. С другой стороны, если мы говорим здесь конкретно, а в этом ветеране Хунько, который, в общем-то, нет никаких доказательств, что он военный преступник. Нет даже никаких доказательств, что сама дивизия СС-Галичина участвовала в каких-то карательных операциях. И вот здесь речь, в общем-то, идет о том, а действительно ли должен был, мне просто интересно, я задумался, а действительно ли должен был извиняться спикер парламента и уходить в отставку за то, что он... Да, это оплошность, да, некрасиво получилось, но по факту-то вот стоило ли извиняться? Как вы думаете? Как вы вообще вот эту ситуацию видите? Смотрите, опять-таки, на крупном и общем плане. На крупном плане даже говорили, что решили подставить Зеленского, что это провокация. Да нет, я думаю, что это то, что на это лопухнулись. Этот, прости господи, да, не мог щадить нашей славы этот дорогой англосакс, бывший спикер парламента, да, он просто не в курсе этих подробностей. Да, человек был не за Гитлера, да, человек был против Сталина, может, что важно. Человек был против Сталина за свободу Украины. Под любому из нас немедленно пришло бы в голову, да, а не худо бы узнать подробности, да, об этом бойце. Значит, спикеру бывшему канадского парламента не пришло бы в голову. И тем, скорее всего, просто тем номенклатурным людям, референтам, которые подкладывали ему, которые предложили это ему сказать, положили эту фамилию в папушку и пригласили этого ветерана. Это классическая, так сказать, лажа, номенклатурная лажа. Но качество системы, как многократно сформулировано, да, характеризуется не ошибкой, а реакцией нашей. Вот случилась ошибка, посмотрите, какая реакция. Мгновенное общественное мнение, мгновенное возмущение, в том числе еврейских организаций, да, и с них началось, но и канадская общественность. И спикер вынужден, не будем концентрироваться слишком сильно на фигуре этого человека, я не знаю, столько же про него, сколько вы, да, но важно, как система реагирует на ошибку. Человек извиняется не перед Кадыровым, да, не перед каким-то ханом, от которого могут быть неприятности. Он извиняется давлением, да, давление идет со стороны общества. И давление таково, что спикер парламента вынужден подать в отставку под давлением общественного мнения. Пожелаем просто нам поглядеться в это зеркало и увидеть когда-нибудь такое же отражение в этом зеркале. Субспикер парламента ушел, да, после того, как попался на такой ошибке, как допустил такую ошибку, ушел не под угрозой, повторяю, у какого-то уголовника там, да, восточного, который ему что-то пригрозил, да, а под угрозой, собственно, под давлением общественного мнения. Вот, собственно, чем Канада отличается от России. И этот случай, реакция на ошибку показала эту разницу очень выразительно. Ну, спикер российского парламента пока занят другим вопросом. У него тут скоро праздник 30 сентября, но это как видится им сейчас. Мы об этом чуть позже поговорим. Давайте пока на американском континенте останемся, раз уж мы туда перенеслись. Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. По версии обвинения, Трамп завышал свое состояние на миллиарды долларов в финансовых отчетах, ну, для того, чтобы получать более выгодные в банках и у страховщиков контракты. И сенатор Роберт Менендес, я на этом сакцентирую внимание, и его жена Надин, появилась информация, брали взятки в сотни тысяч долларов, чтобы оказать влияние на американскую военную помощь Египту. Кроме того, сенатор, даже занимая должность, возглавлял комитет по международным отношениям, еще и сливал конфиденциальную информацию египтянам. То есть, что, в принципе, можно уже уложить в какую-то плоскость изменения родины. Сенатор, кстати, выступал за права человека в Казахстане, осуждал действия властей после январьских событий, что, в принципе, такое сразу вызывает сейчас, ну, вызывает вопрос, делал ли он это бескорыстно, с каким-то действительно гражданским порывом, или за этом тоже какая-то коррупционная составляющая стоит, но речь не об этом. Вот два факта. Мошенник-президент, который, несмотря на, может быть, какое-то давление общества, все равно готов идти завтра опять в президенты, взяточник-сенатор, все прогнило в датском королевстве. Вот любой россиянин сейчас может сказать, ха, и эти люди пытаются нас учить демократии, и вот он будет прав в таком случае или нет? Слушайте, это непременно скажет российское телевидение. Да, как прогнило все, как все коррупционно и так далее. Но, повторю то, что я говорил на канадском, так сказать, катусе, да, качество системы определяется реакцией системы на ошибку. Коррупционер – нормальная вещь, да, все любят деньги, и коррупционеры могут быть и в Норвегии. Только и в Норвегии, да, и в Норвегии где угодно. В самом совершенном обществе может быть и жулик, и коррупционер, и демагог, все что угодно. Только система заточена на борьбу с этим. По крайней мере, мы видим, абсолютно не идеальная американская система, абсолютно политизированная. И, разумеется, преследование Трампа идет в контексте будущей президентской кампании, дискредитации того, дискредитации сего. Конечно, не будем слишком наивными. Но разделение властей есть, а конкуренция политическая, ого-го, какая есть. Никакой гарантии того, что ты, находясь на руководящей должности, можешь быть царем горы и рулить, и что тебе за это ничего не будет, никакой гарантии нет. Более того, гарантия есть, что тобой займутся. К слову, там, израильские президенты и премьеры регулярно сидят в тюрьме. Уходят от власти и садятся в тюрьму. Да? Это нормально. Не то нормально, что человек берет взятки или, там, насилует или, так сказать, злоупотребляет властью. А нормально то, что он в связи с тем, что он глава государства или какой-то высокий чиновник, у него нет никаких гарантий безопасности. А закон един. И на него смотрят очень пристально. И он это знает. Так работает система. Поэтому как раз качество системы определяется тем, что это выходит наружу. Что журналисты, которые это расследуют, становятся лауреатами пулицеровских премий. И других престижных премий. Их не убивают, как Политковскую или Щекочихина. Они становятся лауреатами премий. А в отставку уходят или садятся в тюрьму фигуранты их расследований. Я вспоминал уже про Гуантанамо, который мы все знаем. Вот пытки в американских тюрьмах. Но главный вывод из Гуантанамо заключается в том, что расследование было проведено, что журналисты получили пулицеровские премии, что министр обороны ушел в отставку, что виновные в пытках осуждены на большие сроки. И что пытки прекратились. Вот в чем, так сказать, суть дела на общем важном плане. А то, что есть и садисты, и демагоги, и негодяи, и коррупционеры, они есть везде. Вопрос в том, как работает система. Повторяю, норвежский коррупционер, может быть, хочет воровать. Вот какой норвежский депутат. Может быть, он даже и хочет воровать. Но ему это не придет в голову, потому что все просвечено насквозь. И у него нет никаких возможностей задавить ни прессу. Но почему Трампу приходило в голову заниматься мошенничеством? Почему Менендес взял огромные взятки? Там речь идет о полумиллиона долларов в наличке. Плюс дорогой автомобиль, плюс золотые слитки. То есть человек, который воспитан вот этой системе ценностей, о которой мы говорим, пришел в политику. Но я еще могу допустить, когда, ну знаете, взял так немножко, вот как-то чуть-чуть на пенсию где-то спрятал. Но здесь это уже было примерно к Януковичу. Ну вот только золотого унитаза уже не хватало. То есть человек в системе этих ценностей и вот такой сбой. Ну да, да, сбой, да. Послушайте, есть разные люди, разные конгрессмены, разные сенаторы. Дальше вступает в силу человеческий фактор. Абсолютно универсальный человеческий фактор. Что у папуасов, что в Новой Зеландии, да, есть просто разные люди. Вопрос в том, как система реагирует на этих разных людей. Кого тащит наверх социальный лифт, да, кого набрушивает вниз. Да, и мы, конечно, могли бы мечтать, чтобы наверх, да, чтобы элита любого общества состояла бы из, так сказать, из людей абсолютно безукоризненных. Нет, так не бывает. И мы видим демагогов, мы видим в большом количестве демагогов, в том числе, разумеется, в американской политике. Мы видим, разумеется, злоупотребление. Но мы видим и мы видели, да, на примере Трампа, мы видели попытку даже узурпации власти. Даже попытку не уйти от власти мы тоже видели, да. Но не получилось, потому что система оказалась, как я, слава богу, я, что, слава богу, что тут я не ошибся, система переварила и Трампа. И Трампа тоже. Даже такого альфа-самца, даже с такими прихватами и возможностями, даже с такой наглостью, даже на таком турбулентном, так сказать, такой турбулентный период развития общества, система сработала. Вот ведь была главная тревога, что Трамп поломает американскую систему, что не будет ни свободы слова, ни независимого суда, ни выборов, что он сломает это. Он не сломал это. Он проиграл выборы и был вынужден уйти. Да, да, пытался, но пытался остаться. Это уже человеческий фактор. Сто гор, проигравшие выборы Бушу, там, в несколько вообще, во Флориде, там, считали на просвет каждый голос. Там вообще пара сотен голосов выборщиков, или там, 10 голосов выборщиков, решили исход выборов в Соединенных Штатах тогда, 20 с лишним лет назад. Но просто разница в том, что гор, просто проигравший выборы Бушу, встал и вышел, да, а Трамп устроил штурм Капитолия. Но это человеческая разница. А система работает неукостительно. Мне кажется, что мы должны обращать внимание, наше дело российское, а также белорусское, а также казахстанское, да, мы-то сравниваем с нашими системами, да. Вот милости просим сравнить проигравшего на выборах Трампа и проигравшего на выборах Лукашенко, да. И, в общем, тысячу раз, тысячу раз просто узурпировавшего власть Путина. На российском календаре новая дата появилась. Не знаю, как долго она просуществует, но, тем не менее, вот в этом году будет первая годовщина, когда в России будет отмечаться день, он так называется, день воссоединения России, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. И эти регионы ведь, они уже закреплены в Конституции. То есть, действительно, с точки зрения путинской России, это уже часть России, конституционно закреплена. Мы с вами неоднократно, мы даже уже можем сказать, ввели такой термин условный Мишустин, под которым мы подразумеваем некоего преемника, не преемника, некое первое лицо, которое будет после Путина разгребать вот эти все путинские авгиевы конюшни. Вот возникает вопрос, что встанет, какая дилемма будет перед вот этим вот условным Мишустиным после этого? Нужно будет опять переписать Конституцию? Нужно будет опять внести в нее изменения? Что вообще сделать? Потому что, ну, это прописано в основном законе. Значит, все смеются над Путиным и его там бешеным принтером, который печатает законы, а потом все будут смеяться над условным Мишустиным, потому что, ну, опять нужно будет в срочном порядке переделывать Конституцию. Вы знаете что? Никаковой Конституции, в настоящем, никого легитимного закона нет, да? В 20-м году, переписанное на пеньках там во время ковида, на пеньках там каким-то странным голосованием без каких бы то ни было наблюдателей, да? Это никакого легитимного закона нету в России сегодня. Повторяю, это просто территория. Все это юридически ничтожно, да? Юридический термин. Это ничтожно. То есть это просто кусок бумаги. Они могут объявлять праздники, они пилить сметы под это дело. Это все не имеет никакого значения. Никто это праздновать, разумеется, не будет. Это совершенно номенклатурная вещь. Ни один человек, ни один россиянин нигде не будет это праздновать. Это просто точка для распила денег. Какое-то количество средств будет выделено из казны на марши, да? На марши, на фанфары, на транспаранты, на митинги. Это будет распилено. Вот и все. Когда все это лопнет, будет совсем не до этих праздников. Потому что лопнет это, уж когда лопнет, то лопнет с большой вонью и кровью. И будет совсем не до праздников. Будут сплошные будни. На следующем каком-то этапе, я думаю, что будет конституция. Как будет выглядеть то государство, да? Каких оно будет границах, как оно будет выглядеть, как оно будет собираться, по какому. Какая национальная ассамблея, да, или учредительное собрание. Как будет пересобираться Россия на каком-то следующем этапе. И когда это будет, через там десятилетия какие-то, не знаю, да? Это можно только гадать. В каких границах и на каких условиях. Будет совсем не до этих праздников. Этих проблем перед никаким условным, безусловным, Мишустиным этих проблем не будет. Важно понимать, что все это высосано из пальца с самого начала. Вся идеология, все эти праздники. Вот на уровне даже праздников, если разобраться, можно видеть омертвление России только на уровне праздников. Потому что, собственно говоря, было у нас два праздника в моем поколении. 9 мая и Новый год. Оба праздника были человеческие, да? 9 мая было человеческим праздником. Вот это праздновали. Государство ведь многие десятилетия не участвовало в этом празднике. Я застал времена, когда это был народный праздник. Просто люди выходили на улицу. Да, мы там дарили цветы ветеранам. Ветеранов было много. Ветераны были, Господи, прости, на 15 лет младше, чем я сейчас. Да, 50-летние, да, их было много. Они встречались. Они обнимались, плакали, пели песни под знаменами своими. Да, собирались. Искали однополчан, обнимались, плакали. Мы ходили среди них счастливые. Чувствовали свою причастность к празднике. Вот это называется праздник. Государство потом сначала присосерилось, потом подмяло этот праздник. А потом вышвырнуло вон, собственно, народ. Потому что то громыхание, лязгание гусеницами, пердение танковое по брусчатке, да, кремлевской, не имеет никакого отношения к празднику моего детства. Это праздник империи, которая вообразила, что она еще не сдохла. Это праздник призраков. А человеческое содержание выбросили вон. Ветераны все им обещают всех обеспечить квартирами. Я думаю, к 2040 году все ветераны Отечественной войны будут обеспечены квартирами. Мы все-таки выполним это обещание. Это не человеческое. Это не человеческий праздник. Так вот, человеческие праздники это государство выбросило вон, умертвило. И даже Новый год, с тех пор, как надо непременно перед курантами послушать речь Путина, я уже много лет подряд не включал телевизор. Правда, но это невозможно. Он просто испортил и этот праздник тоже. Невозможно смотреть на эту физиономию больше. Они уничтожили человеческие праздники, а взамен изо всех сил строят какие-то из говна и палок, сооружают какие-то свои. Вот это. Это никогда не будет праздником ничьим. И на уровне того, что это государство сделало с человеческими праздниками, как раз можно видеть степень омертвения этого государства. Это мелочь, но это выразительное. Я тут все-таки не про праздники больше-то говорил, а вот именно опять о том, что смотрите, как в 17-м году мы разрушим до основания, а затем в 91-м году опять разрушим до основания, а затем после Путина опять разрушим. И получается, что картинка такая. Когда мы все-таки начнем соблюдать конституцию, которую мы принимаем, принимаем и принимаем? Ну смотрите, для этого нужно, это важно, что за конституция, как мы ее принимаем. Если под каждого царя горы принимать новую конституцию и ее переписывать, то ответ никогда. Если, как в Америке, попробовать, что за 200 лет там десяток дюжин максимум поправок, да, то это уже другое дело. Это значит, что в основу надо положить что-то прочное. Не интересы Ельцина или Путина текущие. Не текущие интересы правящей партии, а положить что-то прочное. В основании американской конституции положено прочное вполне требование свободы. Потому что Америка собралась как раз на требования свободы. Это, собственно, люди, которые уехали от несвободы. Из Англии, Голландии, Германии, которые уехали за свободой. И основали по этим правилам государства. Если в основании лежит такое разумное и вечное требование, то да, тогда может быть. И мы не будем переделывать каждый раз. Потому что будем соотносить с вечным требованием. Вам же не требуется никакого закона для того, чтобы дышать. Вдох-выдох делать. Вы просто дышите. Вы просто дышите, потому что вам это свойственно. Для этого не нужно никакого закона. Свобода относится к числу вот таких вот вещей. Это просто вдох-выдох. Мы просто должны иметь право дышать. Когда это будет положено в основании, то не придется переделывать конституцию. Но, повторяю, до такой пересборки мы будем оптимистами. И будем исходить из того, что эта пересборка состоится. Но до нее еще довольно далеко. Потому что этот маятник, этот вот путинский маятник имперский, он еще не долетел до предела. И еще много крови он возьмет. И много времени. Да? Увы-увы. Если пересборка будет настоящей, и это будет пересборка во что-то принципиально другое, а не просто под следующего царя горы принять какие-то следующие законы, то тогда можно надеяться на... Мое предложение я уже говорил, да, вслед за Дмитрием Борисовичем Зиминным, царство небесное ему, да. Пятое сентября, день катастрофы. Вот как у евреев, да, день Холокоста в Израиле. Чтобы все выходили из машины, да, и гудели сирены в память о национальной катастрофе. Вот пятое сентября, один такой день в память о 20 веке русском. О катастрофе. О сотнях, да, о миллионах уничтоженных, прежде всего россиян, но не только россиян. Да, о жертвах красного террора. А в сумме их, конечно, десятки миллионов. Десятки миллионов за лет. Больше, чем евреев, кстати говоря, за Холокоф. Просто еще времени было больше у коммунистов на уничтожение. Это, да, это повторяю, это если считать только Россию. А еще есть Казахстан, Украина, страны Балтии, да, и так далее. То есть вот этот день катастрофы в память о 20 веке. Это первый день, который мы должны завести себе. Ну а дальше уже, пожалуй, следующие уже не так важны. И завести себе праздник свободы. Вот вы знаете, мы сейчас, я под конец пофантазирую о празднике. Вот французы, у них был Наполеон. И в честь побед Наполеона можно уставить красными датами весь карендаш, согласитесь. Просто не было дня, когда они кому-нибудь не вломили, да. Просто можно каждый месяц по три праздника уставить, да. Тут победил, там победил, здесь победил. Но праздник французский, национальный, это день, когда они разрушили собственную тюрьму. Вот день освобождения. Значит, я бы предложил, я бы предложил, да, февраль, да, дарование свободы. Первая русская конституция. Дарование свободы. Либо февральская революция, либо пятого года. Февраль, где-то в феврале день дарования свободы. День дарования свободы, национальный праздник. И в память о катастрофе несвободы. Да? День памяти в сентябре. Вот февраль и сентябрь. Две даты. Они достаточно, как мне кажется, и Новый год оставим, я думаю, для людей. Ну, может быть, дай Бог, услышит кто-то сейчас ваше предложение, кто-то из тех, кто будет писать новую конституцию, которую россияне примут и все будут соблюдать. Я прошу прощения. Тут в данном случае, сейчас, главное, чтобы меня услышал Бог. Другой надежды нету. Пока что ни на кого надежды нету. Пускай меня услышит Бог какой-нибудь, уж какой есть. Пускай он меня услышит. Этого, к сожалению, телеканал Белсад не может вам гарантировать, но то, что люди вас услышат, это факт. Виктор, спасибо большое. На этом закончим. Увидимся через неделю. Это была программа «Ход мысли» с Виктором Шандеровичем. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш YouTube-канал вот так и смотрите наши выпуски программы «Ход мысли» с Виктором Шандеровичем. Субтитры сделал DimaTorzok